Привет, мои дорогие! Вы на канале с обзорами Netlace Reviews. Здесь мы с вами обсуждаем схему модели описания, смотрим самую классную пряжу, интересные инструменты, спицы, крючки, все, что связано с вязанием, все модненькое, актуальное, свежее. И сегодня второе видео вы сможете посмотреть на моем втором канале, который я чуть-чуть подзабросила, но я это исправляю семимильными шагами, бегу навстречу развитию второго канала, и мы с вами посмотрим очень интересненький набор. Я думаю, многим из вас будет полезен такой обзор. Это набор круговых разъемных спиц от KnitPro. Как вы знаете, в моем интернет-магазине находится он во ВКонтакте. Очень-очень удобно пользоваться, класть в корзину, покупать, приобретать, оплачивать. И, конечно же, отправляю я по всему миру. В этом магазине вы можете купить любые спицы, крючки, все, что душе угодно, все ведущие бренды. И в том числе KnitPro. Посмотрим. Я вместе с вами открою, посмотрю этот набор. Сразу хочу оговориться, что этот производитель не является моим любимым. Конечно же, вы знаете, какие я предпочитаю марки, но спицы очень популярны в моем магазине. Вы можете купить абсолютно любые крючки спицы KnitPro. Наборы разные, отдельные номера, деревянные, кубики и всякие разные. Широкая номенклатура у данного производителя. И спицы раскрученные, популярные, прекрасно продаются. И решила я для вас сделать обзор, конечно же. Почему бы нет? Меня привлекло прежде всего. Я очень люблю упаковки, такие прозрачные сумки, такие люблю, особенно пляжные. И обожаю такие сумочки. Так что мы сейчас с вами свежие впечатления мои, как человека в вязании очень опытного. Я вам расскажу, что же я думаю об этих спицах. Я больше всего люблю спицы системы AdiClick. Я обожаю Чиагу, чем я вяжу. И деревянные, вы знаете, мои любимки KnitPix. Да, безусловно. Чем меня не устраивали KnitPro, я вам по сути расскажу по ходу дела. Давайте посмотрим, что же нам обещает производитель. Во-первых, то, что мне бросилось в глаза, это цветные лески. Очень удобно, да? Так. И что мы с вами видим? Во-первых, какие номера входят в набор? Три с половиной, четыре, четыре с половиной, пять, пять с половиной, шесть, семь и восемь. Да, в принципе, стандартный набор. Согласитесь, всегда нам хочется, чтобы троечка входила в такие наборы, но она не входит. Лески шестьдесят сантиметров, две лески восемьдесят и сто. И, соответственно, шестьдесят зелененькая, неоновая, восемьдесят оранжевая и сто сантиметров красная. Какие дополнительные примочки, аксессуары мы можем найти? Восемь этих самых, господи, заглушек, четыре ключика. Четыре ключика это хорошо, потому что я, например, теряю ключи постоянно. Но, правда, они потом сами меня находят. И один набор коннекторов. Очень классно. Вот что нам рассказывает производитель. А что я считаю достоинством спиц НитПРО? Мне нравятся, я вообще люблю металлические, мне нравятся их кончики. Они и не очень острые, и не тупые совсем, как у Ади. Хотя Ади я за это тоже люблю. Смотря что вязать, я думаю, что сотрется постепенно вот это напыление. И давайте посмотрим на сами спицы. Так, спицы у нас на картоночке, прикреплены резинками. Вот таким образом. И, конечно же, я думаю, на года, на долгие этого не хватит. Но, может быть, может быть, тут есть какие-то варианты. Посмотрите, здесь есть сумочка. Может быть, нам предлагают потом в такой сумочке хранить дополнительно спицы. Так, пока непонятно. Давайте посмотрим все, что здесь есть. Здесь есть красивая прозрачная сумочка. Инструкция, которую мы с вами рассмотрим, разглядим. В отдельных упаковках лежат, каждая с ключиком, две законцовки, два стопера. Вспомнила варианты названия этих деталек. Они такие без каких-то ухищрений, очень простые у производителя. Желтая прозрачная леска. Оценим с вами гибкость этой лески. Красная, большая, 100 сантиметров. Так, она не желтая, она оранжевая, как нам обещали. Зелененькая, короткая. И набор переходников. Так, все, ребята, я поняла. Посмотрите, как удобно. Спицы мы можем разложить, конечно же, не хранить на этой штуке. А мы их все аккуратненько разложим по кармашкам, которые изнутри тут. Такие прозрачные. Очень классная упаковка. Вообще отлично просто. Так разложил. И все красиво, все видно. Молодцы какие. Я люблю такие штуки. Очень-очень сильно. Так, все, что нужно. Так, инструкция, что нам тут могут написать? Нарисовать, как пользоваться ключиком. Да, ничего нового здесь, конечно, мы с вами не увидим. Конечно, стопперы удобно, когда мы закрываем вязание, переснимаем. С коннекторами мы можем лески делать длиннее, короче. Ну, я думаю, все все знают. Поэтому предлагаю перейти к рассматриванию самих лесочек. И оценим лески, стыки и так далее. Я на секунду выключила камеру, чтобы не хрустеть пакетами. Интересные лески. Они не такие мягкие, как мне казалось. Очень плотные. И такое чувство, что они цельные, не пустые внутри. Мне так кажется. Я всегда любила форму спиц нитпровод. Кончики. Вот эта все никелированная меня устраивает часть. Что же меня всегда не устраивало в спицах. И они, мне кажется, до сих пор этим страдают. Это то, что через какое-то время вываливаются лески. Они выпадают. Стык достаточно ровный. И не знаю, как насчет вот этих новых лесок. Будут они выпадать или нет. Надеюсь, что не будут. Ключиком мы закручиваем. Здесь все очень ровно, очень гладко. Красивые цветные лески. Мне кажется, они качественными. Очень плотные. Твердые. Но чуть-чуть, видите, форму запоминают. Ключиком закручивается, раскручивается. Здесь все стандартно. Вот, посмотрите на переходы. Такие же, как всегда, в принципе, спицы. Новинка для меня это тросики. Такие милые. Такие милые. И главный недостаток, единственный, который, в принципе, но он меня жутко просто выбешивал раньше. То, что выпадает. Может быть, только у меня. Напишите, выпадают у вас тросики из NetPix. У меня выпадают. Так, резьба. И давайте посмотрим коннектор. Как у нас будет переход коннектора. Если мы хотим удлинить. Ну, конечно, лесок немного в наборе. Такой длинный коннектор. И он, посмотрите, более, немножко более матовый, чем часть, которая на леске. Ровный стык. Но меня волнует вот это место. Видите, запайка. Вот такой набор, друзья мои. Что нам здесь еще посмотреть? Спицы очень эргономичные. Вязать ими удобно. Они никелированные. По ним прекрасно скользят петли. Они скользят сильнее, если сравнить с Чиогой. Тем более, с любыми деревянными спицами. Поэтому, если вам нужно быстро вязать. Это хороший выбор. Недостатки я вам рассказала. Могли бы интереснее, конечно, сделать заглушки. Но, если вы не такой эстет, как я. Принципиальный. Раз, закрыли и все. Так, здесь немножко такая колючка торчит. Это можно пилочкой для ногтей подпилить. Все будет очень удобно. Хорошо, что много заглушек, много ключей. Это всегда полезно. Так что, вот такой набор. Я надеюсь, вам было любопытно посмотреть. И мне очень понравилась больше всего упаковка. Обожаю такие упаковки. Классные. Вот этот кошелечек, я теперь понимаю, что предназначен для лесок. Так, упаковку я могу оценить в 10 баллов. Вообще, просто в моем вкусе. И все замечательно. И если у Нитпро вот эти новые лесочки лучше закреплены в спицах, тогда просто цены нет. Не хватает мне, так как я знаю, что стирается, конечно же, вот это вот нанесение. Посмотрите, кстати, пропечатано так, да, чуть-чуть, не так аккуратно, как у Ади, например. Не хватает линеечки, да, чтобы номер спиц потом определять, как у Чиагу вкладываю в наборы. Не хватает мне в этом набор такой линеечки. И предпочла бы я, чтобы были выгравированы, как у Чиагу, и как у моих любимых Нитпикс, гравировка номера прямо на металле. А здесь чернила, которые постепенно стираются. Так что, вот такой обзор. Очень красиво. Сейчас все сложим. Так, насколько я знаю, этот наборчик не является новинкой, да, наверное, ему уже сто лет в обед. Я раньше не интересовалась этими спицами, но у нас они давно известны, популярны. И хороши они, конечно же, своей ценой. Поэтому приобретайте соотношение цена-качество очень даже хорошее. Да, еще мне, кстати, нравится, что нет вот этих американских номеров на маркировке, и мы не путаемся, потому что за мной есть такой грешок. Я иногда за номер спицы, что-то там принимаю номер, который стоит перед указанием номера в сантиметрах, и думаю, что столько миллиметров, ой, они сантиметров, вот видите, и путаюсь. И здесь нет маркировки американских размеров, поэтому не запутайтесь. Нет, все-таки они есть. Вот номер 4, да, это 3,5. Но на самих спицах нет. Это замечательно. Можно переложить в красивую сумочку, выбросить эту бумажечку, забыть, как страшный сон, и не путаться. Тем более, видите, они как-то близкие, да, 4 и 3,5. Вот можно ошибиться. Думаешь, что вяжешь на четверке, а вяжешь на тройке с половинкой. Так что как-то так. Такая блестящая хромированная красота. Кстати, кстати, поблизости у меня нет. Или есть? Сейчас найду вам, покажу. Спицы, которым много лет. Та-дам! Нашла. Смотрите, точно такие же спицы, но им, мои дорогие, лет 12, а то и больше. И ничего не изменилось в форме. Вот я вижу, да. Посмотрите, как себя прекрасно чувствует покрытие. Я ими, честно скажу, вязала немного, но что-то вязала когда-то. Посмотрите, изменился оттенок металла со временем. Правда? Он стал более теплый. Не такой серебристый. Так, номер спиц стерся вообще полностью. Также он был нанесен. Такие же, видите, разъемные. Давайте сравним. В общем, старинные спицы. И у меня не раз из них вываливалась леска. О! Вот, смотрите, видите? Вот так она выпадает. Опять она выпала. Я что с ней делала? Супер моментом клеем. Капала капельку иголочкой. Надо очень аккуратно. Внутри смазывала спицу и приклеивала. Вот сейчас решила вам показать. Слегка потянула. Вот это единственный недостаток у этих спиц. Но мне кажется, он существенный. Здесь нет такого утолщения. Это всем известные лески. Нитпрошные. Вот эти фиолетовые. Черные у них еще лески. Всякие разные. И, к сожалению, это не единственная пара спиц, с которой у меня это происходило. И поэтому только с Нитпром у меня такие вещи случались. Я с вами, видите, абсолютно честна в своих обзорах. Так, кстати, давайте сравним, например, кому интересно, у кого нет Чиагу. Давайте сравним с Чиагу. И с Ади можем сравнить. Конечно, ребята, Чиагу это совершенно другое качество. Чиагу гораздо острее. Гораздо острее. И вот вроде бы они почти одинаково острые, но Чиагу прямо можно проколоть пальчик. Это для меня главный недостаток в Чиагу, но иногда это очень нужно. Здесь все нанесено, маркировочка, которая не стирается. Резьба более мягкая, более нежная. Аккуратно очень выполнена. И не покрытие, мне думается, у Чиагу. Они тоже пустые внутри, металлические спицы, но у них, мне кажется, не напыление, а сам металл вот такой. Они матовые слегка, не такие скользкие. И, конечно, у них качественные-качественные тросики, внутри металлические, облитые они пластиком. Они не заминаются, не запоминают форму. Но, кстати, если вы любите очень мягкие лески, то Чиагу это тоже не ваш вариант. Вот мне даже, понимаете, тут на вкус и цвет. Тем более, у них, кстати, лески все разные. У Чиагу разный размер, разная толщина лесок. Вот, например, у малышей у них вот такая тоненькая, но она все равно внутри металлическая. Представляете? То есть тут вообще ювелирная работа. Но я слышала о том, что Чиагу, да, это производится на заводе, где хирургические инструменты делают. Поэтому, конечно, качество потрясающее. Вот мы с вами сравнили. Если вам не важна цена, и тут однозначно я могу сказать, что покупайте Чиагу. Почти такая же форма, такие же острые. Качество все-таки несоизмеримо. Я так считаю, никакая леска у вас никогда не выпадет. Мне кажется, оно там металлически скреплено. Стык самый лучший, абсолютно идеальный стык. Ну, я, например, такой маньяк. Я обожаю тоненькие, мягкие лесочки Ади. И люблю тупые кончики. И обожаю систему Ади Клик, потому что не люблю я ключики, не люблю я закручивать, раскручивать. Тут кому что нравится. У меня, в принципе, Ади, наверное, именно система Ади Клик, это самые мои любимые спицы. Помимо книг, Нитпикс. Нитпикс я люблю, потому что там не надо ключом закручивать. Они у меня каким-то волшебным образом при такой же системе они не раскручиваются. Ну и за красоту, и за все прочее. Я люблю. Так, а вот давайте с зингами, например, сравним. Такими популярными нынче зингами. И вот смотрите. Мне кажется, тут решена проблема вываливания лески таким решительным зажимом. Лучше вот это соединение. Красивое решение с цветами. Вообще очень классные спицы. Понятно, почему они популярны. Я тоже к ним неравнодушна. Немножко меня подбешивает. Знаете что? Меня подбешивает как бы вот такой срезанный кончик у них. Он, кстати, у меня скруглился, но когда они новые были, как срезана вот эта часть, верхушечка, она как будто срезана чуть-чуть. То есть они более тупенькие кончики имеют. И для тех, кто подталкивает пальчиком вязание, как я, это идеальный вариант. Ну это, конечно, тоже все сотрется. Вот это место вот я думаю не вывалится теперь. Нашли они решение. Неспроста этот зажим сделан. Зинги тоже вы можете любые приобрести у меня. И очень много покупают. Ходовой номер 375. Много я уже с таких спиц отправила. В посылках очень-очень много. Но мы с вами отвлеклись со всеми с чем можно сравнили наши дорогие спицы НИТПРО. Да, я думаю, этому набору сто лет в обед. Но, тем не менее, посмотрели. И для тех, кто приобретает такие спицы и любит НИТПРО, я думаю, обзор был полезным. Так что напишите мне ваши любимые спицы. Здесь, знаете, как с духами. Настолько индивидуально все. Качественные. Я у них вижу только один недостаток. Я думаю, один недостаток. Насколько он для вас существенен или нет. А так все классно. Все красиво и удобно. Все, скоро увидимся, мои дорогие. Впереди вас ждет много обзоров. Планирую каждый день либо инструменты красивые, интересные, либо пряжу вам новую показывать. Конечно же, из своего магазинчика великолепного. Столько новинок. Все, рабочие будни у меня начались, мои хорошие. Всех целую, обнимаю. Пока-пока. Так, чуть не забыла. Очень важный вопрос. Длина самой спицы без механизма 11,5 чуть-чуть, 11,3. Вот такая длина спиц. Тем, кто занимается спицами, ну, 11,5. Самый главный вопрос. Какой длины? Какой длины все укороченные? Какой длины все основные спицы? Так что, дорогие мои, 11,3 примерно длина вот несущей части. 11,3. Так, давайте посмотрим у Чиагу. Сравним. Подзабыла я у Чиагу, какая длина. Вот. Видите, как интересно? 12 сантиметров Чиагу. То есть, на полсантиметра длиннее. Так что, смотрите, ручки у всех разные. У меня руки очень большие. Я сама большая, высокая. И поэтому у меня лучше большие спицы. Хотя я вам очень советую укороченные. Если у вас еще нет укороченных, для шапочек, если вам ручки ваши дорогие, то, конечно же, вам нужны какие-нибудь укороченные спицы. Очень хорошие спицы. Унитпикс деревянные укороченные замечательные тоже. Они могут быть деревянными, кстати, укороченные, потому что не так много нам нужно вязать для кого-то отделки, для шапочек. Скорость не так важна. Или, например, замечательные суперкороткие часы. Да, я вам сто раз показывала. Вот они. Там набор идет просто роскошный, потому что маленькие номера мне были нужны как раз. Видите, какие градации. И они есть подлиннее, чуть-чуть. А есть совсем коротусенькие. Вот такие вот. Буквально с ноготок. Так что подберетесь в любое местечко. Какой-то вариант укороченных. Но это суперкороткие. Есть укороченные. Вот у Чуагу. Махер вездесущий. У Чуагу есть. Вот так они выглядят. Так что заказывайте, не пожалеете. Это, конечно, роскошная вещь. Есть еще, кстати, в синем чехле вариант. Да. Просто прекрасный. Аксессуарчики тут все. Вот. Нитпро не хватает такой линейки. Все-таки она нужна при том, что стираются номера и раздражает. Иногда, что сразу не видно, какой номер. У меня, например. Может быть, у вас нет. Все очень индивидуально, мне кажется. Знаете, с инструментами. Как с духами, да. Кому что нравится. Вот так. Но я вижу Нитпикс, Чуагу и Ади. Вот так вот, мои дорогие. А крючки, кому интересно, мои любимые крючки, это, конечно же, Кловер. Японские. И Тулип. Я не оригинальна. И обожаю, даже без ручек, Тулип. Просто металлические, ценно-металлические крючки. Очень люблю.